мы собираемся ехать на лыжах в лес мы хотим взять такую лыжную прогулку и поесть бутербродов у костра добавлю от себя что вчера мы уже ездили была погода 0 градусов безветренная сейчас прям сильно ухушался погода стал минус 7 и какой-то пары порывами ветер идет вот правда солнце начало выходить это что единство что радует пойдем все не потому что пути что вчера шли но планируем пройти чуть дальше чтобы было как бы поинтересней чтобы какие-то новые может быть открыть маршрут для себя все это мы ходим у меня на даче коттеджный поселок из урудной холмы вот сделаем привал разожжем небольшой костерок попьем чаю и с бутербродами которыми заранее приготовили хочу обратить внимание какие потрясающие круглых снежные комочки на деревьях просто красота опа кто-то на лыжах идет кстати вчера смотрели лыжные гонки телевизор наша спортсменка наталья непряева за его первое место мы слады прям так болели хотя по труду никогда не смотрели лыжные соревнования и сегодня нам при этом захотелось ускориться пойти какие-то спортивным шагом но понимая что у нас нет нет на это ни навыков ни сил и что выглядит это смешно мы все равно можем продемонстрировать влад покажи как на соревнованиях надо кататься на лыжах вот как то так это выглядит цирк конечно еще тот но весело зато я упал помогает я не могу оператор нужно везде снимать ну вот друзья мы по ходу приехали это будет наше место для привала самом деле ехать мы могли еще бесконечное количество времени просто уже хочется выпить горячего чая посидеть около костра погреться когда мы ищем место для привала мы обычно смотрим место где много всяких елок вот как раз ну елки сосны да мы как раз пришли вот сосновый бор и тут просто навесы такие прикольные темно еще елка и сосны они хорошо горят поэтому огонь будет проще разжигать сейчас вам расчищать место для костра костровища будем устраивать искать палочки для розжига а потом мы вкусим великую картошку с бутербродами и горячим чаем сначала мы срываем вот такие вот палочки а может имя проще всего именно разжечь костер надо потихоньку расчищать место для костра как джесси прям до земли докопали сейчас я вам покажу небольшой мастер-класса класса по желению огня в походных условиях зимой на самом деле ничего особенного главное чтобы вас были спички и вот такой вот хора с которым собрали это сухие веточки елок они очень хорошо горят сейчас такая обезветренная погода прям идеально для дорожек попробуем одной спички берем очень неважно положить ретро спички главное чтоб картошка приготовилась вообще я очень люблю ходить по ходу правда несмотря на это ходил не так часто я ходил всего три раза в поход получать и все три раза в карелию причем но там очень красиво тем людям которые никогда не были в походе советую туда сначала сходить потому что там на байдарках на катамаранах плывете очень вот летом прям красивые красивые такие у них закат и рассветы и живописные места пробуем да с первой не получилось видите опа так на что-то пошло вроде но все друзья у нас получилось да отлично видите горится можем погреться и теперь главное что может быть лучше костра ли в лесу зимой сейчас друзья я буду класть картошку в угле все как в традиционных традициях масло масляное да просто скинь туда и все что ты на палки пытаешься вот это будет секрет рецепт рецепта картошки в лесу но у нас еще конечно же есть убирай быстрее я прожглась себе перчатку блин начинка вся вылетела пришлось доставать бутир подгорел ну что страшно жить можно пуховицу спалила на перчатку спалила на пофиг уже смотри как у меня кайфетский бутерброд получился тут получается сыр маздам перчик какая-то зеленая трава и пару колбасок обалденно как картошка готова пропеченная с угольком вкусно на угощайся давай ну папа с прошлого места работы передал нам такую офигенную кружку термос которые мы теперь пользуемся в зимних походах просто божественно чирс едем домой всем приятного вечера хороших выходных вот и занимайтесь спортом как всегда будьте форме